всем доброго дня сегодня мы продолжаем с вами говорить про алгоритмы в прошлый раз у нас с вами был алгоритм early который мы с вами доказали уже он там я снимал еще дополнительно лекции 9 3 четверти в которые еще более детально пояснил все аспекты доказательства до значит лекции на ютубе она там ну я скидывал запись там 40 минут где-то с чем-то она длится но я там детальнее именно стараться все рассказать вот а сегодня мы с вами поговорим про продвижение этого алгоритма но немножко с другой зайдем с другой стороны и поймем как алгоритм early можно оптимизировать но не для всех громад к сожалению вот я не знаю сколько у нас получится эта тема эта тема возможно нам дастся за одну лекцию но я не уверен сильно не уверен большей степени я уверен что она нам дастся за полторы лекции ну а давайте аппроксимативную оценку дам что мы будем не сидеть 2 лекции сегодня дам мотивацию какие-то базовые примеры на следующей лекции мы уже с вами будем продолжать доказательства всех фактов потому что там есть очень там очень много всяких неприятных вещей которые по дороге нам придется доказать вот дать вспоминать чем в прошлые сериях сделали в прошлых сериях совсем совсем давно мы с вами построили mp-автоматы и в предыдущих сериях мы с вами рассматривали алгоритм early сейчас давайте попробуем эти две абстракции немножечко соединить да то есть cp-автоматы мы возьмем с вами стек а с алгоритм early мы возьмем понятие ситуации и давайте посмотрим в следующем в чем же у нас состоит проблема алгоритма эрли вот уже в кулуарах обсуждали но давайте повторим еще раз из-за чего у нас сложность кубическая получается или или квадратичная из-за комплект на операция комплект на самом деле стоит очень много операции потому что мы за для каждой буквы дело должны сделать о большой от модуль длины слова в квадрате действий то есть нам нужно для того чтобы сдвинуть точку до напоминаю что такое комплект это мы берем снизу дерево разбора закрываем снизу закрываем дерево разбора то есть для того чтобы нам сдвинуть точку вне терминале нам надо обойти все дерево целиком и чтобы эту состыковку сделать нам нужно квадрат действий на я только для 1 символ хотелось бы идеологически сделать так чтоб мы эту точку могли просто просвиснуть пройти и все чтобы у нас это все стало за линейное время работы пришло бы линейное время в сумме а давайте подумаем вот наша цель сегодня ответить на вопрос а можем ли мы это делать прямо сразу оказывается что да это можно сделать но не для всех грамматик да сейчас мы с вами будем рассматривать грамматики которые являются однозначными на самом деле исхода будущего алгоритма будет понятно что все грамматики так или иначе которые получаются при которые возможны при рассмотрении алгоритма которые у нас сегодня будет они будут однозначными это факт будет оказываться не очень сложным образом итак давайте мы с вами сейчас в качестве примера разберем вот такую вот грамматику опять же каждый раз а мы с вами добавляем правила в грамматике к алгоритме early правило с штрих с добавляем и давайте сделаем два правила первое правило это из-за следует а б второе правило из б следует что эта грамматика разбирает только одно слово это слово а б давайте мы сделаем следующую вещь давайте мы попытаемся эту штуку рассмотреть жадным образом что значит жадным образом это значит как только мы увидели какое-то правило разбора мы сразу хлопаем вверх то есть поднимаемся наверх пони терминал вот смотрите давайте вот как раз вот пример который у нас есть у нас слово вы равно а б и будем хранить стек специальный стек в котором мы потом сможем быстро доставать и заменять правую часть правила грамматики на левую часть правила грамматики вот смотрите вот у нас слова с вами а.б. а.б. а грамматика такая а грамматика такая давайте перепишу тоже чтобы она была с 3 с из следует а.б. 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 следует б вот давайте мы с вами будем строить дерево я параллель тут расскажу тоже смотрите и храним стек то есть так из текущих символов которую а что такое однозначная грамматика напомню определение эта грамматика в которой для любого слова существует ровно одно дерево разбора но то есть никаких других деревьев разбора появиться не может ну и смотрите давайте анализировать как мы будем делать значит у нас есть слово сначала мы находимся здесь следующий символ а давайте анализировать если у нас с вами правило который у которого правая часть является а стоит из одного символа а но кажется таких нету ну я если что я ожидал вашего ответа когда я делаю паузу желательно отвечать а не они сидеть в экране смотреть просто смотрите у нас такого правила нету поэтому мы берем что дело мы берем делал двигаем букву а на стек а точку перемещаем вот сюда следующая буква b опять же смотрите здесь история такая на стеке смотрим что на стеке у нас с вами можем ли мы свернуть сейчас то что находится по стеке как правило правая часть правила нет поэтому мы берем и добавляем в стек вот смотрите а тут наверное пока да вот добавляем в стек двигаем точку вот сюда давайте посмотрим теперь на стек ну следующего символа у нас нет давайте скажем следующего от конец строки ну да его будем означать долларом скажите на стеке сейчас есть правая часть какого-то правила да смотрите да у нас есть из бфб давайте сделаем следующее мы выкидываем этот б со стека и добавляем левую часть правила нас так то есть мы заменяем из бфб и мы делаем настройку с вами по этому правилу грамматики . при этом переезжать сюда да идея такая видим правую часть правила заменяем на стеке и и левая часть вот смотрите у нас появляется б так теперь если у нас на стеке правая часть правила да смотрите вот у нас а б это правая часть правила поэтому берем заменяем на стеке на левую часть правила с а здесь у нас получается вот такая вот штучка с . поднимается сюда . напоминает об текущая позиция в слове вот получается такая вещь и если еще на стеке правая часть правила ну есть конечно же еще штрих вес есть но смотрите давайте мы тоже выкидываем и в итоге смотрите что у нас получается у нас на стеке с вами находится штрих да и мы дошли до конца слова это значит что мы построили с вами дерево разбора грамматики причем важно подчеркнуть очень важную вещь а она заключается в том что если мы идем слова слева направо да то грамматика разбирается справа налево то есть вывод в грамматике у нас правосторонний потому что мы раскрываем самый правый не терминал да то есть мы с вами понимаем что если бы ну тут надо было бы пример на самом деле давайте абстрактно представим что у нас было какое-то с потом а было бы бц там я не знаю бэба раскрывалось какой-нибудь а бэбэ а ц раскрывалась все маленькая да то давайте поймем почему у нас первым раскроется не терминал именно вот именно вот этот вот да ну тут на самом деле это как можно понять мы можем понять что вот этот вот не терминал у нас появляется только в самом последнем случае то есть у нас получается абэ заменится на б да потом c заменится на c да те моменты времени проста то есть это первая замена будет это вторая замена будет а вот эта замена будет третья которая поставить символ с совместно теперь отмотаем моменты времени назад да то есть это считайте у нас временная шкала была снизу вверх но когда мы пойдем во временной шкалы сверху вниз то нам эти чиселки надо будет расставить по обуванию нам надо будет чиселки эти расставить по обуванию поэтому вот эта штучка раскроется первой потом вот этот не терминал c раскроется вторым а вот этот не терминал b раскроется треть поэтому у нас вывод грамматики которые мы будем строить таким жадным образом он является правосторонним да с другой стороны в алгоритм мерли мы строили с вами левосторонний вывод грамматики потому что мы шли сверху сверху вниз вот и тут давайте я введу некоторую классификацию которую я не ввел на презентацию есть два типа парсеров есть поп-даун парсера которые идут и анализируют дерево разбора сверху вниз и к примеру таких парсеров относятся алгоритм марли ну в какой-то степени в кавычках есть еще один тип парсеров мы его не будем рассматривать на лекцию он называется LL парсера вот который пытается сделать следующую вещь давайте рекурсивным попытаемся раскрывать дерево разбора а в нашем случае мы сегодня рассматриваем bottom-up парсера то есть которые идут снизу вверх и пример такого парсера это LL алгоритм но пока что мы находимся в базовом приближении этого алгоритма так пример понятен который я вот тут рассказал да угу итак и теперь смотрите как нашел как мы наш алгоритм можем преобразовать да он на самом деле называется алгоритм переноса свертка или shift reduce а и мы по сути делаем две вещи первое на вершине стека написано правая часть какого-то правила мы заменяем его на левую часть правила осуществляем операцию reduce если нет то мы добавляем символ в стек то есть мы осуществляем операцию shift с вами вопрос какие какие проблемы у нас могут возникнуть с вами в реализации вот этого алгоритма может же быть такое что какое-то дерево разбора но не является деревом разбора ну да не очиститься стек и мы ничего не сможем сделать не ну тогда можно сказать ну проиграли но это хорошее может он недетерминированный да во первых он сильно недетерминированный вот вопрос а что делать тут есть две проблемы первая проблема а как понять какая правая часть правила у нас находится на стеке да потому что у нас там по сути нам нужно делать откат на несколько символов назад и пытаться как-то эту штуку проанализировать это раз подождите это же решает алгоритм ахо карасик ну ну это да ну типа это еще поскольку смотри поскольку это первая у нас аппроксимация будет этого алгоритма ну решим ее ахо карасик но на самом деле этот алгоритм применим к очень узкому количеству грамматик да и есть еще одна проблема которая важная а что делать если вдруг у нас таких правил несколько да то есть мы дошли до какой-то дошли до какой-то части стек и в стеке у нас есть две правых части правила что делать будем ну непонятно что делать смотрите значит давайте скажем сразу а что с этим мы ничего делать не будем мы просто скажем что для такой грамматики к сожалению наш алгоритм не работает да и при этом сильно сузим класс появляющий грамматика а вот здесь давайте мы на самом деле проанализируем в каких ситуациях мы с вами будем побывали итак давайте переложим эту абстракцию дерева на то что у нас с вами происходит я пытаюсь нарисовать на том же самом дереве разбора вспоминаем что такое у нас была ситуация ситуация это у нас было какое-то правило грамматики из а следует альфа точка бета а и мы ставили точку в текущей позиции итак ну и давайте теперь посмотрим в каких ситуациях на самом деле мы с вами были в тот момент времени когда мы стартовали давайте я поставлю это таймстэмпы в нашем дайте я скопирую все-таки эту грамматику чтобы дерево вывода чтобы это у нас с вами не мешало нашей постановке так давайте вот сюда и скопируем вот сюда итак давайте анализировать значит момент 0 в момент времени который он был в начале начальный момент мы давайте вместо того чтобы пропихивать точку здесь давайте посмотрим все ситуации которые у нас сохраняет эту точку да как мы это можем сделать давайте мы сделаем операцию обратную правилу предикт да напоминаю что такое правило что у нас делает предикт мы берем заглядываем внутрь дерево разбора сейчас давайте гипотетически посмотрим что произойдет если мы с вами посмотрим вверх в дереве разбора смотрите значит изначально у нас момент времени 0 момент времени 0 у нас точка находилась здесь я сотру точки буду обозначать их с моментом времени буду писать момент времени для точки эта точка была у нас нулевой момент времени эта точка у нас тоже была в нулевой момент времени и вот эта точка у нас тоже была нулевой момент времени в итоге в нулевой момент времени у нас правила которые были точнее ситуации которые были это из штрих стрелочка точка с вот она и еще раз спускаемся из стрелочка точка А, Б. По сути, сделали предикт. Да, только заметьте, что здесь у нас нету индексов, которые говорят, где в позиции слова мы находимся. Да, ну, как раз на самом деле по секрету всему свету скажу, что именно хранение позиций занимало у нас квадрат времени. Это не очень эффективно. Теперь смотрите. В первый момент времени, что мы можем сделать? Мы можем сдвинуть точку вот сюда. Раз. И после А у нас получается вот такая вот вещь, что С, стрелочка, А, точка, Б. Да? Давайте я вот тут тоже аппроксимативно построю это все. Здесь у нас ситуация тоже будет в первый момент времени. И после этого мы можем с вами сделать тот же самый предикт и опустить эту точку вниз. Получаем ситуацию Б, стрелочка, точка, Б. Угу. И теперь во второй раз, когда мы делаем операцию shift, точнее сдвига буквы у нас, это будет второй момент времени. То есть на самом деле мы находимся в ситуации Б, стрелочка, Б, точка. Так, понятно ли по моментам времени как мы получили эти ситуации? Может, вопрос, почему у нас есть треугольник из единичек? Ну, на самом деле треугольник из единичек, почему он возникает? Потому что если вот дерево построить не таким образом, да, а букву А поднять на один уровень, то на самом деле это будет одна и та же точка. А, да, точно. Да, я просто это типа показал, что это одно и то же. Вот. И давайте посмотрим, а как мы их получили. И тут самая гениальная идея, которую мы сейчас с вами будем продвинуть, сделаем продвинутую. наш алгоритм. Смотрите внимательнее. На самом деле, что такое операция предикт? Вот это самая нейтривальная идея. Это на самом деле переход по эпсилону. То есть, чтобы раскрыть новые правила грамматики, нам нужно просто сдвинуться на, прочитать пустое количество символов. Да, то есть, мы читаем пустое количество символов, переходим к этой точке. Да? Значит, чтобы перейти, допустим, от ситуации вот этой вот, к ситуации вот этой, нам надо прочитать букву Б. пустое, то есть, скан – это переход по букве. Акомплит, как вы думаете, переход по какой букве? не терминал. Да, это на самом деле будет переход по не терминалу, только он достаточно сложный. Вот. И на самом деле, теперь мы с вами над множеством ситуаций можем построить недетерминированный конечный автомат. У нас все с вами готово. Итак, идея как раз этого алгоритма заключается в том, чтобы построить детерминированный конечный автомат над множеством ситуаций, а потом его как-то эффективно обходить. И смотрите, вот я построил его над множеством ситуаций. Значит, из S' в S мы можем по эпсиллу перейти в S стрелочка точка AB, потому что это операция с предикт. Потом мы делаем переход по букве A, делаем переход вот таким вот, то есть точку сдвигаем. Дальше и происходит переход по букве B по терминалу делаем такую вещь. Здесь ведет переход по эпсиллу и здесь идет переход по B. Давайте подумаем, как мы его можем детерминировать. При этом важно, в отличие от детерминирования от классического автомата, что здесь все состояния необходимо сохранить. Что нам нужно вообще в классическом алгоритме построения НК сделать? Построение ДК сделать? Нужно смотреть два в степени количества вершин. Там провести соответствующие ребра. Ну да, на самом деле ДФС сделать там либо ДФС, либо БФС по множеству состояний. Да, но прежде чем мы это делаем, что нам надо сделать? Удалить эпсиллопереходы? Да, нам надо удалить эпсиллопереходы. Вспоминаем, как мы удаляем эпсиллопереходы. Мы берем состояние, типа, если мы в классическом алгоритме удаляли эпсиллопереходы, то нам бы пришлось бы делать следующее. Мы берем переход по эпсиллопереход, переход по А, стягиваем сюда, переход по А делаем. Да, то есть строим трендитивные замыкания. Здесь мы поступим немножечко иначе. Давайте для каждого состояния, при этом мы с вами будем по сути схлопывать все состояния в одно, из которого достижим эпсиллоперехода. Да, то есть мы сделаем эпсиллопереходы замыкания. Сейчас, давайте, чтобы было понятно, я поясню на примере. Вот, смотрите, вот у нас было состояние из штрих точка S и был эпсиллопереход в SAB. мы берем и с вами добавляем в это же состояние состояние вида S стрелочка точка AB. Потом из этого общего состояния мы делаем переход по букве А и пытаемся сдвинуть точку во всех переходах. Получаем S стрелочка А точка B. Причем здесь опять же у нас есть эпсиллопереход, поэтому мы берем и притягиваем к себе ситуацию. Дальше у нас получается здесь переход по B, который делает B. А здесь у нас будет переход по B большой и ZS выходит AB. точка 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 на то есть вместо того, чтобы пропускать те состояния, которые мы приходили по эпсиллопереходу, мы их наоборот притягиваем к себе. На самом деле притягивание к себе это тот же самый предикт. Можно вопрос? Вот у нас второй прямоугольник. Почему? Откуда там B стрелочка точка B А потому что мы пришли вот это состояние и потом из этого состояния по эпсиллопереходу мы можем дойти сюда. То есть мы притягиваем все достижимые по эпсиллопу. То есть мы смотрим здесь уже для этого перехода. Нам нужно дойти до этой ситуации. для этого состояния но поэтому давайте притянем их к себе. То есть по сути мы делаем предикты для всех возможных ситуаций в состоянии и добавляем его в текущее состояние. Вот такой вот автомат. разберем слово AB. Тупик в автомате надо делать reduce а какой делать бэктрек написано правильно. Давайте разберу слово AB пусть это у нас состояние 0 это состояние 1 это состояние 2 это состояние 3 и на стеке мы будем хранить с вами путь вместо просто буква KB большое мы еще будем хранить путь в этом автомате. Давайте начнем. Смотрите здесь обычно строят такую табличку в которой пишется какое слово осталось разобрать какой у нас с вами стек и что мы делаем и так слово у нас изначально AB AB давайте символ конца слова наберем дальше у нас в стек изначально кладется нулевое состояние смотрите следующая буква а следующая буква а поэтому что нам нужно сделать нам нужно сделать переход состояние 1 при этом мы считаем что мы эту букву прочитали с вами а на стек кладем с вами вот такую вещь букву а и переход и смотрите что такое 0 а 1 это по сути путь в текущем автомате от стартовой вершины дальше давайте вот у нас стек 1 а следующая буква b о чем мы должны сделать перейти в состояние тройку получаем 0 а 1 b 3 то есть добавляем состояние b переходим в тройку дальше доллар следующий символ доллар мы пришли в тупике в тупик в автомате но что у нас в этом тупике интересного есть у нас у нас на конце есть правило правая часть правила правая часть правила смотрите в тупике всегда написано правая часть правила это мы еще с вами будем доказывать но тогда мы видим что есть правило b стрелочка b точка значит надо сделать reduce reduce ну по правилу b стрелочка b точка и теперь смотрите в чем прикол состоит мы зашли в тупик да слышали ли вы про алгоритм бэктрекинга то есть мы зашли с вами в тупик нам что надо сделать нам надо взять развернуться да ну и прежде посмотреть на стеке у нас хранится вот это вот b мы берем возвращаемся наверх think по сути возвращение наверх это значит что мы с вами стираем со стека вот эту вот часть и идем в правильное направление то есть идем по букве b в итоге у нас получается 0 1 а и b а тут двойка да то есть мы перестроили с вами путь мы пошли сюда пришли сюда дальше что делаем а давайте я тут еще один переход забыл нарисовать давайте переход поэз сделаем вот так это четвертое состояние так что мы с вами делаем редюс при этом до какого состояния мы откатываемся с вами со стека что мы с вами должны счистить при этом да abs очищается а наверх кладется что и из нуля по с мы куда переходим 4 да да в 4 состояние то есть видите мы делаем бэктрек идем в правильном направлении и в итоге мы пришли в конец потому что мы понимаем что дальше надо свернуться по правилу штрих с точка ну тут как хотите тут можно сказать что мы сразу слово принимаем или не принимаем его сразу то есть видите при помощи автомата на самом деле в стеке мы можем хранить не путь не просто стек из текущих символов но еще и текущий путь в автомате а в каждом автомате в принципе мы уже понимаем какие переходы куда ходить и для каждого состояния вообще для каждой буквы в детерминированном автомате мы можем просто написать действия которые мы делаем да то есть пришли в состояние тройку по любому независимо от того какой следующий символ у нас будет мы должны с вами сделать операцию редис если не получится но если не получится значит слово не лежит в языке сдаваемым грамматикой все сразу то есть так отлично а теперь смотрите что давайте добавим в эту грамматику правило одно коварное если вот это понятно то один что это один в чате я это я что-то не понимаю давайте добавим правило b стрелочка bc грамматики и тут вопрос состоит состоит автомат строится точно таким же образом детерминируется переход по букве b вопрос следующая буква c что делать будем двигаться на следующую букву или откатываться по правилу b стрелочка b точка откатываться мы же вроде так с облачей отлично если слово bc у нас то есть у нас проблема в том что у нас может быть два правила два слова а.b. и а.b.c для вот этого правила нам нужно сделать откат а для вот этого правила в этой ситуации нам нужно двинуться прочитать букву а то есть чего нам не хватает я не очень понял в чем вопрос ведь если у нас было слово а.b.c и мы пришли вот в красное состояние то мы в любом случае можем пройти попробовать дальше а если не получится то мы откатом сможем все восстановить не не но тут история в том что откат откат как сказать откаты у нас удобно если мы зашли в тупик да и мы знаем по какому правилу уже откатываться да а здесь у нас получается разветвление алгоритма то есть там всегда замечу что в том в том алгоритме мы всегда как только приходили в точку у нас есть ровно одно правило а если мы заранее тут история такая либо мы начнем двигаться сразу да и тогда мы прочитаем что-то лишнее либо мы сделаем откат да то есть у нас появляются две развилки да и на самом деле таких количество таких развилок может быть экспоненциально большим из-за этого сложности алгоритма уже будет нелинейной к которой мы стремимся а экспоненциально потому что у нас появилась разведка мы не хотим развилки делать таких развилок давайте подумаем что мы не учли вот здесь вот но что мы уже с вами проговорили при этом нужно детерминировать не ну мы вроде вы детерминировали ну смотрите у нас что получается на самом деле мы можем сделать бы if да и в следующая буква c да то пожалуйста ее прочти значит нам нужно сделать переход сюда иначе сделай откат то есть тут главная идея что если мы в ситуацию зашьем какая будет следующая буква то мы сможем разрешить эту проблему поэтому давайте сделаем следующую вещь мы сделаем с вами вот ведем понятие вот такой ситуации а стрелочка альфа точка бета запятая c причем что это цена будет говорить она нам будет говорить что если мы находимся в состоянии альфа которую вводит альфа точка бета то следующий символ который мы с вами можем вывести это первая первая буква из того что мы можем вывести дальше и тогда и тогда смотрите у нас вот эта вот ситуация на самом деле разобьется на две части да то есть тут вот ситуация будет конец слова а здесь ситуация будет немножечко другая ну давайте сейчас сделаем небольшой перерыв минут минуток на пять а дальше посмотрим как эту штуку можно конструировать на более продвинутом примере можно вопрос если бы мы в красный блок добавили еще из бс следует б точкой д ну тогда там прочитать и букву ц и букву д ну да да там вообще непонятно было там бы вообще бы развилка ну типа либо свернись либо у тебя буква д значит ты иди под буквой д либо у тебя буква ц иди по букве для такой штуки две ситуации получается добавляем да на самом деле мы вот сейчас давайте как раз после первого перестроим автомат над этим множеством ситуации и поймем что там происходит итак давайте продолжать попытаемся разрешить проблему которая у нас возникла здесь значит как мы сказали нам нужно делать один просмотр на одну букву вперед и на самом деле семейство алгоритмов LR это оно обычно говорится что это семейство алгоритмов LRK где K это количество букв которые мы будем с вами просматривать вперед на самом деле мы сейчас построили с вами алгоритм перенос свертка или в другой абстракции он называется LR0 алгоритм потому что мы не используем информацию для просмотра на 0 букв вперед и давайте рассмотрим перенос на одну букву вперед и я сейчас немножечко вам попытаюсь на примере сначала показать как преобразуется вот эта грамматика и дальше мы перейдем с вами к уже формулировке формальных формальному определению чтобы у нас с вами все это зафиксировано итак все начинается с следующего состояния разблокируйся вот с такого значит опять же рассматриваем грамматику мы с вами вот такую штрих точка эстрих s s ab из b может вывестись либо b либо bc итак смотрите давайте поймем какая буква может вывестись из после того как мы рассмотрели правило из-за штрих следует s вот смотрите точку ставим сюда вопрос что мы какое слово может вывестись справа после того как мы рассмотрим правила грамматики штрих стрелочка точка с смысле справа ну справа то есть мы обойдем это дерево разбора под дерево разбора и дальше нам надо понять какой символ мы можем вывести первый после того как мы обойдем это дерево разбора чтобы посмотреть вперед а что будет когда мы вот эту историю пройдем вот эту вот c нет 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 мы по сути находимся в корне дерева разбора то есть если мы разберем все слово целиком то что справа останется epsilon да но смотрите для того чтобы у нас все было однозначно и действительно был просмотр на одну букву вперед давайте каждому слову которое мы разбираем добавляем символ конца слова то есть у нас слова будут не а б а будет слово а б доллар не а б ц а б ц доллар и тогда по сути следующий символ который мы выводим после всего дерева разбора это будет символ доллара то есть мы добавляем с вами ситуацию из-за штрих стрелочка точка с запятая доллар означает что после того как мы проведем разбор в этом дереве разбора следующий символ который мы можем вывести это будет доллар ну точка если не с точка ну потому что мы начинаем мы только начинаем дерево разбора проводить то есть мы с левой части пока находимся потом делаем операцию предикт то есть спусков дерево вниз делаем с стрелочка точка а b запятая а здесь нам нужно понять какой символ дальше выводится давайте посмотрим внимательно значит у нас с выводит а b и давайте поймем какой первый символ у нас выводится после с после того как мы разберем это под дерево в смысле после того как мы сделаем комплит из с да 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 при этом что мы знаем что у нас есть с штрих точка с запятая доллар то есть первое символ который мы выводим из родителя это доллар после родителя доллар получается нет ну тоже доллар конечно же да то есть смотрите если бы здесь был бы какой-нибудь вот тонкий момент да если бы мы с вами немножко поменяли бы грамматику да и у нас была бы грамматика такая из штрих sd и из sb тогда давайте из этой ситуации поймем если бы у нас здесь было бы сштрих точка с доллар да то с стрелочка ab здесь бы что стояло вместо доллара d d да здесь бы стояла буква d и пересматриваем все возможные варианты какая первая буква могла быть у нас выведена ну это такой офф топик у нас с вами если бы еще был из штрих s например c то мы бы еще одно ситуацию добавили да 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 начинаем лавливать суть дальше мы делаем переход по букве а мы получаем с вами s стрелочка a точка b запятая доллар да и дальше мы спускаемся вниз получаем b стрелочка точка b запятая доллар потому что ну по сути смотрим что мы можем вывести после b но после b мы можем вывести только то что было после того как мы поднимаемся то есть доллар то есть доллар дублируется если у нас справа ничего нет и здесь у нас получается с вами переход из b в точка bc запятая доллар а теперь важные важные ситуации если мы проходим по b то у нас получается b стрелочка b точка запятая доллар а здесь b стрелочка b точка c запятая доллар и дальше мы можем сделать где-то здесь переход по c получаем мы с вами b стрелочка bc точка запятая доллар доллар а теперь давайте решать что мы делаем после ставки попадая в эту ситуацию вот здесь есть ли гипотезы мы смотрим на следующий символ и дальше уже принимаем действия какие-то да смотрите если следующий символ c да то смотрите мы не можем свернуться по вот этому правилу если next равен c то мы не можем сделать reduce ну почему потому что если бы мы сделали reduce мы должны бы гарантировать что следующий символ у нас прямо сразу появится а у нас следующий символ это доллар конец слова поэтому мы должны перейти по букве c если бы здесь не было переход по букве c допустим если бы next равно а то мы бы сказали что слово не лежит в языке в грамматике потому что мы не можем ни свернуться ни перейти подальше вот а если next а если next доллар то мы делаем reduce да потому что двинуться мы никуда не можем да а вернуться вот обратно мы можем с вами ну потому что мы говорим следующий символ окей мы можем свернуться понятно как разрешать конфликт если мы добавляем переход на следующий символ можете еще раз повторить вот у нас после запятой пишется какие-то символы как мы понимаем что писать там я сейчас я сейчас дам формальное определение мы с вами это как раз посмотрим просто там сложно там нужно еще научиться понимать что мы можем написать первые буквы это хороший вопрос а вопрос что тут еще какая проблема может внезапно гипотически возникнуть если бы допустим здесь у нас вместо B стрелочка B точка запятая door появился бы запятая C и здесь есть переход по C то что надо сделать посмотреть на вторую букву да либо посмотреть на вторую букву вперед да либо в классической теории применимости этой штуки делаются следующие говорится ребята сидите и передумывать думайте какая какую грамматику вы можете построить вместо текущей да потому что это все-таки практическое применение и вообще парсинг текста а парсинг текста когда мы парсинг текст мы задаем свою грамматику обычно да ну значит модифицирую грамматику вот вот это значит смотрите теперь если с этим примером понятно да давайте поговорим над формальными определениями я как обычно это забыл угловые скобки значит смотрите для того чтобы формально определить какую мы следующую букву пишем введем множество first 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 от alpha это у нас с вами множество всех таких буквок что alpha из альфа мы можем вывести ау где у некоторое слово да плюс добавляем сюда доллар если альфа эпсилон порождающий то есть из альфа мы можем мы ничего не можем вывести следующий символ который можем вывести после альфа это конец слова да и тогда мы можем определить или р ситуацию или р один ситуацию как а стрелочка альфа точка б а запятая а где а принадлежит сигма объединение с долларом и а альфа бета это у нас правило грамматики то есть у нас с вами получается что а альфа точка б а это ситуация или р один ситуация контрольный вопрос как как мы будем писать с вами элер 0 ситуацию вместо а ну можем вообще а не писать можем просто эпсилон написать да эпсилон или а стрелочка альфа точка бета хорошо теперь еще одно определение которое нам важно активный префикс нам нужно теперь перевести вот это неформальное определение работы со стреком в вывод грамматики напоминаю что мы с вами строим правосторонний вывод в грамматике и давайте скажем что у нас слово альфа принадлежащее n объединить сигма со звездой это активный префикс если выполнена следующая вещь давайте картинку нарисую значит из s штрих мы раскрываем эту штуку как в альфа 1 у и потом за один вывод в правостороннем правиле грамматики правостороннем выводе мы берем и делаем следующую раскрываем b1 b2 и тогда у нас с вами альфа 1 бета 1 равная альфа будет активный префикс давайте я чтобы это было более понятно я немножечко по-другому нарисую немножко на другой высоте то есть смотрите вот у нас было какое-то слово u которое мы разобрали правосторонним выводом потом у нас было какое-то a которое мы раскрываем вот здесь как бета 1 бета 2 да и здесь у нас уже тоже что-то потом будет разобрано но это будет у нас какой-то не терминал альфа 1 да поскольку вывод в грамотике правосторонний да то прежде чем раскрывать не терминал а нам нужно раскрыть все что находится здесь поэтому здесь написано чистое слово и если внимательно посмотреть да давайте попробуем посмотреть что происходит когда мы анализируем эту штуку алгоритмом значит берем и движемся вот сюда вот сюда вот сюда да как только мы дойдем до слова альфа да не терминала а на самом деле здесь мы уже с вами построим дерево вывода да и на стеке у нас с вами будет лежать альфа 1 а потом начнем разбирать следующие символы и бета 1 уже тоже будет лежать на том же самом стеке ну напоминаю алгоритм сначала когда мы закидывали слова на стек вот и почему этот префикс альфа 1 бета 1 находится называется активным потому что он находится у нас на на стеке потом понятно когда на стеке появится бета 2 мы сможем раскрыть это правило заменить то что лежит на стеке бета 1 бета 2 на а и тогда уже альфа 2а нет альфа 2а тоже будет активным префикс то есть вот такая вот картинка это чисто формальное определение вообще того что может лежать на стеке при разборе нашего слова вот то есть можете воспринимать неформальное определение да нам просто нужно будет для того чтобы состаковать все практически формулировки нам нужно это будет смысл вами смотреть можете еще раз повторить смысл смысл значит альфа 1 бета 1 это то что может лежать на стеке во время алгоритма переноса свертки вот и все вот теперь смотрите так сейчас значит смотрите дальше что мы делаем давайте теперь определим допустимую ситуацию для активного префикса для альфа 1 бета 1 смотрите что происходит это как раз то что нам вводят с вами смысл определения смотрите значит с штрих дальше мы выводим с вами некоторую альфа ау а дальше мы за один раз выводим с вами бета 1 бета 2 ставим точку сюда тогда у нас альфа b1 по определению является активным префиксом да а при этом у нас получается эта ситуация которая из а бета 1 точка бета 2 запятая у запятая а она будет допустимая давайте вот так что такая ситуация почему она допустимая потому что а принадлежит first at то есть иначе говоря почему ситуация является называется именно допустимой потому что у нас первый символ который мы можем вывести справа после того как мы раскроем вот это вот под дерево вот он сейчас давайте переформулирую то что вот мы пишем что у нас следующая буква которая может быть деревья разбора это буква а вот и все как бы говорим вот такой вот вещь давайте если что задавайте вопросы потому что я может быть сейчас горяво это все определил ну а смысл ровно такой что ситуация называется допустимой если следующий символ который может идти да действительно будет являться первым можно просто мы это определяем по нашей грамматике ну да по грамматике смотрим хорошо так теперь теперь дальше давайте сейчас такая отродная формалистическая вещь которую нам нужно с вами сделать я потом мы с вами это следующее значит нам нужно с вами теперь определить замыкание идея такая давайте у нас есть какое-то и множество ситуаций и мы с вами говорим следующее что пусть к ложе от множества и это некоторое множество g такое что и является подможеством g то есть это наименьшее множество содержащие g такое что теперь давайте я это на картинке нарисую чтобы было понятно значит у нас с вами есть ситуация а выводящая альфа 1.бета а2 и дальше следующий символ который мы можем вывести это символ а давайте я следующий символ буду писать так что первый символ который мы здесь это а потом мы сможем с вами вывести бета выводим гамма да точку мы с вами спускаем тогда первый символ который мы можем вывести уже отсюда вот отсюда это будет символ first first маленькие буквы назначал first от альфа 2а потому что что мы можем сделать здесь мы здесь либо выводим альфа 2 первый символ если он не всем порождающий да вытягиваем из всего сюда если он внезапно и всем порождающий то мы еще и смотрим букву да то есть у нас получается с вами бета стрелочка гамма точка c где c лежит first от альфа 2а можно вопрос на слайде слева там нижняя строчка принадлежит g да не принадлежит g потому что замыкание может быть множественное мы сделали замыкание один раз по сути сделали предикт один раз потом сделали предикт второй раз потом предикт третий раз и так далее эта цепочка идет такая вот по сути это операция предикт мы с вами еще докажем одну лему которая нам нужно будет с вами сделать но давайте успеем успеем не успеем не успеем и последнее определение которое нам понадобится это операция голту и по символу лямбда это у нас с вами следующее это будет у нас с вами замыкание следующего множества так перенесу его по сути это сдвиг точки а стрелочка альфа 1 бета точка альфа 2 так стоп багу нашел надо вычитывать лекции лямбда вот тут стоит то есть мы сдвигаем лямбду а при условии того что а стрелочка альфа 1 точка лямбда а 2 а принадлежит множеству ситуаций то есть что мы делаем с вами мы делаем сдвиг точки и это и делаем замыкание хорошо скажите мне пожалуйста для осознания ситуации скажите пожалуйста что такое операция go to и что такое операция клоу же в тех терминах которые мы с вами уже показывали в терминах картинок да да я исправлю баги в презентации давайте начнем с понимания с того что делает операция что кодирует операция клоу в наших предыдущих терминах которые мы занимались первой половиной занятий это не просто множество переходов но это множество переходов по сути это то что мы с вами делали это эпсилон замыкание делали да вот когда мы взяли сейчас покажу пытаюсь вот у нас где там был автомат вот у нас был автомат да вот мы сделали эпсилон переход и что такое замыкание мы просто взяли вот эти два множества объединили в одно понятно ли это это просто фундаментально важная вещь которая нам надо все-таки понять мне очень понятно как это с формальной с формальным определением согласуется давайте посмотрим как раз вот клоу же а ты да то есть что такое замыкание от вот этой ситуации точнее давайте от ситуации какой у нас было от от ситуации из с штрих клоу же от ситуации там с штрих стрелочка точка с доллар да это множество ситуаций таких что если у нас с вами есть начнем с первой штуки у нас есть правило с штрих точка с да при этом первый символ который мы с вами раскрываем здесь является доллар да дальше у нас правила какие были у нас было правило саб дорисовываем с вами правило а.б. прокидываем сюда точку и смотрим что у нас выводится здесь в нашем случае альфа 2 это пустое слово смотрим что выводится первым символом first от epsilon доллар но это доллар будет точнее first от epsilon вот так вот а не давайте first epsilon долларов это доллар вот то есть у нас получается что из стрелочка точка с да и из стрелочка точка а.б. саб правило то мы в это замыкание должны добавить ситуацию во первых оно текущее потому что оно есть и дополнительно мы добавляем ситуацию с стрелочка точка а.б. запятая доллар стало понятнее то есть я просто те слова которые проговаривал именно еще раз это то есть мы здесь делаем одно раскрытие а потом смотрим какие дальше будут прочитаны буквы возможно да 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 вот у нас тут просто как раз вот вопрос который как раз задавал он заключался в том а как мы понимаем какие первые буквы мы дописываем да вот как раз first alpha 2a которая вот здесь написана мы понимаем какие буквы первые могут быть здесь написаны это как раз возвращаться к тому вопросу который уже задавался на который я говорю что я отвечу так хорошо а скажите тогда если про клошу понятно что делает операция go to в тябинах автоматов на первые буквы первые буквы в тябинах это возвращаться к тому педагогу чему равняет давайте вот на примерах чтобы было понятно что такое голду от вот этого множество и и штрих которые мы с вами обозначили множество и штрих и по букве мы делаем его по букве а маленькая смотрите что мы делаем берем делать перенос буквы а это по сути будет замыкание состояние с штрих стрелочка а точка b доллар то есть мы сделаем сдвиг и делаем замыкание да мы теперь смотрим внимательно товарищи делаем сдвиг по букве а делаем замыкание то есть это переход в нашем автомате давайте я это как раз и напишу а почему нас . переместился вправо у нас только влево перемещается нет нет вправо делаем сдвиг мы читаем буква не да тут понятно в голубе понятно почему ну вот мы же казали что голду это замыкание такого ситуации где ситуация изначально была такая да то есть мы точку то что было справа . слева . слева от лям до стрел мы двигаем сюда вот и смотрите давайте как раз финализируем это болту это переход в дка окложи это дать напишу удаление эпсилон переходов отлично можно просто если у нас голду вызывается не от вершины нка например нескольких вершин ну ну тогда нужно это взять всей ситуации и по сути от них детерминизировать ну то есть как в обычном дка это делается но ровно также тут и делает так ровно такая же операция будет и тут если мы возьмем две различные вершины дка то это будет не перехода дка до множество переход ну как множество дельта от множество ситуации мы определяли это там самом начале лекции вот это пример грамматики которая тут готовил но мы в своем пример уже посмотрели можете на досуге кстати посмотреть пример вот этот вот нарисовать ним автомат нарисовать пример голду переход итак смотрите первые лемы до них мы сегодня не дошли но они достаточно важны может быть одну докажем смотрите если множество ситуации является допустимым то его замыкание тоже является допустимым да что это нам позволит это нам позволит на самом деле избавиться вот эта лима позволяет избавиться от и псалом переходов на формально показать почему мы можем избавиться от и псалом переходов 2 лима заключается следующим что мы по сути с вами говорим что допустимые ситуации в допустимых ситуациях можно построить этот детерминированный автомат то есть мы говорим сейчас что мы с вами будем строить не какое-то множество не какое-то дека над множеством ситуации а буду строить дка для допустимых ситуаций то есть которые являются корректными в нашем случае и вот это что вот это вот теорема показывает корректность построение дка и давайте вопрос такой что показывает лима 2 что замыкание вот этого ситуация это множество допустимых ситуации для слова и псалом множество конечных состояний в нашем автомате нет не с не конечных только вот это вот стать эта ситуация нас не находятся нашему автомате стартовая то есть что стартовая ситуация согласуется с тем что мы по сути рассмотрели все ситуации в которых мы говорим что начало пустое то есть мы строим множество ситуаций в которых . стоит в начале слова а дальше мы показываем корректность всех переходов построения дка то есть таким образом вот эти лима нам позволят показать что дка который мы строим корректно сформировал с точки зрения этого с точки зрения того что мы выше говорили я думаю на сегодня можно закончить давайте задавайте вопросы мне кажется мы сегодня продуктивно поговорили в следующий раз мы с вами уже будем формально сидеть и доказывать эти лима все и еще там посмотрим один аспект который нам тоже может быть на баги я пришлю постараюсь презентацию прислать можете теремателем еще раз пояснить сейчас поясню значит она заключается в следующем что у нас есть сейчас покажу то есть у нас есть состояние стартовая к 0 вот это вот то есть в котором лежит с штрих . с запятая доллар да мы первым тема 2 что говорят лима 2 говорит что это соответствует активному префиксу эпсилон то есть все ситуации со стеком apps с пустым стеком но она поэтому что мы когда еще будем в классическом маргарите в первом свертке да то что этот так у нас пустой потом мы говорим окей давайте посмотрим какие-то переходы у нас допустим тут переход по букве x был тогда это у нас будет все ситуации с активным префиксом активным префиксом x то есть все ситуации со стеком x то есть на самом деле если классически говорить да давайте опять же к нашему примеру вернемся то здесь мы в нашем примере можем сказать что здесь у нас будут находиться все ситуации если мы здесь находятся все ситуации у которых на стеке будет лежать а.б. то есть если мы попали в эту ситуацию то на стеке у нас действительно лежит а.б. и поэтому если у нас следующий символ конец слова то действительно мы можем свернуться по а символу б и да действительно то что у нас б стрелочка б . справа в конце находится то есть это поясняет корректность того что мы можем сделать здесь reduce операцию понятно хорошо но мы еще на семинарах это будем обсуждать все вот ну и следующий раз тоже продолжим это оказывается морально настраиваться что будет будет формально и будет неприятно но все-таки это нам надо будет сделать все тогда всем спасибо всем не болейте всем хорошего дня спасибо 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 Продолжение следует...